Банк России тут на медне опубликовал очень интересный пост у себя в соцсетях, точнее на официальной страничке в фейсбуке, скажу честно. Меня данный пост несколько напряг, сейчас поймете почему. Внимание! Для ограничения эмиссии и пополнения бюджета государство мобилизовало средства населения. Уже в первые дни войны было ограничено снятие наличных совкладов, для граждан был введен военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышенные сельскохозяйственные и подоходные налоги. А с чего бы это ЦБ о мобилизации средств населения вспомнили? Причем я бы не напрягался, если бы данный пост появился 9 мая или 22 июня. Нет! Его вывесили не по случаю памятной даты, не знаю как вам, но мне очень не хочется думать о том, что ребятишки вот такие вот антикризисные меры изобрели, и что мои сбережения ваши, кстати, тоже, возможно, будут мобилизованы в обозримом будущем, а самого меня обложат дополнительными налогами. Ух ты! Вот это мы, господа, проголосовали за лучшую жизнь и новую конституцию, праздником запахло в воздухе. Я же атаман идейный, и все мои ребята, как один, стоят за свободную личность. Значит, будут грабить. Дай бог ошибиться, начинаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вернемся, давайте, в день сегодняшний. Итоги порнографического недоголосования предлагаю подвести. Вряд ли, конечно, кто-то ожидал иного результата, однако меня, если честно, слегка огорошили цифры. Явка 65% за 78%. Первое, что вводит в ступор, слушайте, это выше, чем на президентских выборах в 2018-м, причем оба показателя. Хотя на тот момент рейтинг великого кормчего, а значит, вообще власти, был гораздо более убедительным объективно. Режиму тогда доверяло намного больше россиян, ну, потому что еще не украли у людей пенсии, еще не начали грабить посредством налогов и прочих поборов по поводу и без, еще не начали лупсовать на улицах несогласных и подбрасывать журналистам наркотики. За окнами не было кризиса, и армии безработных, которая увеличилась в три раза всего за полгода, тоже не было. И да, нас на тот момент власть не предавала в связи с пандемией коронавируса, и тем не менее цифры были ниже тогда, в 2018-м. Сегодня как? Особенность этого голосования стала высокая явка. Пришли на участки, проголосовали на дому или дистанционно 65% граждан. Как сказала глава Центра сберкома Элла Памфилова, явка очень достойная. С явкой тоже все очень удивительно, вот чтобы вы понимали, что такое 65%, ну давайте на пальцах объясню. А это значит, что в каждой российской семье, а семья это два человека, он и она, помним, да? Так вот, в каждой российской семье кто-то один сходил и проголосовал, причем за и никак иначе, исходя из 78%, а в каждой третьей семье на участки сходили оба ее члена. В таких семьях, правда, голоса разделились. Это я вам сейчас на математическом языке объясняю, если приведенные данные соответствуют действительности. И что скажете? Поднимите руки те, кто в данную историю верит. Еще раз. При крайне низких рейтингах нынешней власти, при таком невероятном количестве промахов, которые ребята допустили, на фоне вагона непопулярных решений, да такого просто не может быть. И вот прям ясно себе представляю эту самую семью, голосующую. Ага, он из-за кризиса и пандемии остался без работы. Она, благодаря самоизоляции, два с половиной месяца сидела дома без денег, от слова вообще, потому что работает в коммерческой структуре, предпринимателю платить было нечем. Да куча оштрафовали кого-то в этой семье во время карантикул, но люди все равно поперлись. Здесь поголосовать, причем один за, напоминаю. Ну это же бред. Голосование фальшивка, но оно стало открытой констатацией происходящего в стране. Владимир Путин вместе с группой своих коррумпированных друзей и сослуживцев незаконно захватил власть и желает быть пожизненным правителем России. Чуть не забыл о коронавирусных больных, туда же проявку продолжаем. А ведь несмотря на то, что часть ограничений в связи с пандемией снята, заболевшие никуда не девались. Мы продолжаем видеть ежедневную статистику. За минувшие сутки вирус атаковал такое-то количество людей. Ну вот данные. По 2 июля заболело 6760 человек. Общее число больных свыше 660 тысяч. Это данные только по коронавирусу. А болеют-то не только им. Клиники до сих пор переполнены. Конечно, эти люди не пошли ни на какое голосование. Да-да-да, слышу от вас. Так они ведь могли волей изъявиться дистанционно. А вы когда-нибудь болели? В особенности серьезно, вот когда вы прикованы к постели и вам очень плохо. Вы правда думаете только о том, как бы мне проголосовать? Ну не смешите мои тапочки. То есть даже вот это обстоятельство должно было ударить по явке. Она просто обязана была быть ниже. Но нет. Это реальная журналистика. За что ты так с нами? Илон Маск. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Дорогие друзья, я не часто это делаю, но в данный момент мне, наверное, и не хочется оставаться равнодушным. Предысторией послужило недавнее знакомство с одной женщиной, которая возглавляет общественную организацию «Солнечные дети». Есть особые дети. Дети с синдромом Дауна. Кто-то их считает инвалидами, но факт остается фактом. Они уже есть. Их огромное количество. А вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать? Какие шаги необходимо предпринимать? Родители зачастую не знают. Этим людям помогают те, кто сами прошли через нечто подобное методом проб и ошибок. Придумали и внедрили нужные методики. Каждый год рождается вот сейчас около 30 детей. Когда организация только появилась, это была цифра около 60. То есть, получается, больше 40 детей оставались в детском доме. И только 15, 10 детей оставались в семьях. Вот с ними мы начали заниматься. Самое первое, с чего мы начали, это ранняя помощь. То есть делились опытом наши иностранные коллеги. Мы смотрели маленькие ступеньки, были такие пособия. В данный момент благотворительная организация «Солнечные дети» испытывает определенные финансовые трудности. Нужны новые помещения. Появились дополнительные расходы. По части программ прекратилось финансирование со стороны государства. Виной тому кризис в том числе. Никого ни к чему не призываю. Но если сможем помочь, давайте это сделаем. Реквизиты организации внизу. Ну а теперь давайте ответы на вопросы. Поищем, как же так получилось у Памфиловой. Да в нынешних триалиях. В Якутск заглянем. История с участком номер 800. Вот, пожалуйста, протокол, который был сдан по итогам голосования участковой избирательной комиссии. Обратите внимание на цифры, особенно по, за и против. А вот это уже скрин с официального сайта городской избирательной комиссии. Давайте я вам вместе покажу обе этих бумажки. Забавно. Но тут каждой цифре добавилось ровно тысяча. Каждой цифре, кроме цифры по количеству голосовавших против. А что такое тысяча в данном случае? Это приписка в 50%. В 50%, господа, не в 5, не в 10, 50% сверху нарисовали. Вот это поворот. К слову, якутяне молодцы, тут же шум подняли. Данная история всплыла. В избирательном и признали. В итоге, мол, ошибочка закралась. Правда, признали по-памфиловски. Так, как сообщила главная по выборам в Якутске Анна Самойлова, оказывается, в УИК просто забыли учесть граждан, которые проголосовали заранее. Пришедших по факту посчитали, и все. А вот в территориальном избиркоме этот момент подметили и учли. Уже сплюсовали данные. Отсюда и разница. Ага, особенно мне количество тех, проголосовавших заранее, нравится. Ровно тысяча человек. Не 995. И не тысяча два, а ровно тысяча. От же ж, блин, ювелиры. Совпадение? Да, совпадение. Кстати, для Киселька у меня тоже есть подарок. В Питер давайте переместимся. Сейчас я покажу участок 2103, который расположен в помещении Центра учета и обслуживания граждан без определенного места жительства. Ну, то есть там бомжами занимаются. А в период избирательных кампаний бомжи могут тут же проголосовать. Ну, у нас же социальное государство. Традиционно, правда, на любых выборах явка на данном участке нулевая. Даже на президентских так было. Но не в этот раз. Нынче очереди из желающих воли изъявиться выстроились, как в мавзолее в советские времена. Причем на протяжении нескольких дней очереди можно было наблюдать. Но самое забавное. Бомжики такие странные приходили. Хорошо дорого одеты. Многие на автомобилях подъезжали ничего себе. Это так, чтобы вы улыбнулись. А тебе, киселек, на заметку. Представляешь, какой сюжет на этой истории можно забабахать? Мысль подкидываю. Завидуй, Трамп. Смотри, как Россия расфила при Путине. У нас даже бездомные живут, как у Христа, за пазухой. Одеваются в модных бутиках. На машинах голосовать подтягиваются. Жду шедевра в «Вестях недели». Ну и под занавес. Что-то все с кисельком сегодня связано. Ну да ладно. А помните такой населенный пункт на Кузбассе – Киселевск. Небольшой городишко с населением 88 тысяч человек. Так вот, там уже несколько лет. Не утихают протесты из-за того, что людей травят. И уничтожают угольщики. Дрянь эта добывается открытым способом в нарушении всех норм. Соответственно, весь город дышит угольной пылью. Из-за близости разрезов рушатся дома. Короче, ситуация не просто катастрофическая. Она аховая. Там уже, кстати, до открытых столкновений даже доходило. А летом прошлого года киселевцы записали видеообращение, в котором высказались о желании выйти из состава Российской Федерации. До самого верха. Ведь шум тогда дошел. Губернатор с целой ватагой чему уж примчались. Народ успокаивать, уговаривать. Мол, не обузите. Прошел год. В жизни киселевцев ничего не изменилось. Обещания, которые дал глава региона, никто не выполняет. Не собирается. Видимо, в городе снова зреет буза. А вот теперь самое интересное. Как думаете, какими, если верить официальным данным, в Киселевске стали итоги вот этого голосования? 94% за, приявки почти в 90%. Я не знаю, есть ли смысл тут вообще что-то комментировать. Не предусмотрена нынешней действующей конституцией мне народа. Вы знаете, можно еще долго рассказывать о подобных совпадениях, но есть ли смысл? К тому же, я просто уверен, итоги этого голосования никто не станет пересматривать. Нет, я не говорю, что проголосовавших за по-настоящему не было. Они были и сделали свой выбор. Тогда зачем я вам все это рассказываю, спросите вы? Да просто, чтобы люди знали. Знали, во что уже в нашей стране превратились демократические процессы. Поняли, за кого их держат на самом деле. Ну, кто-то должен настоящее до россиян доносить. Не киселек же со своими друзьями-халуями у этих в телевизоре ЭДЭМ. Бог им судья. А сюжет по моей наводке жду. Дмитрий Константинович. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на ютуб-страничку сверху. Там больше серий этого сериала. Подписывайтесь. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok